Россия всегда была читающей страной наших классиков, читают и любят во всем мире. Но времена меняются. Изменились и предпочтения, и предложения на книжном рынке. Что читают сейчас и о чем пишут современные авторы в совместном проекте новосибирских новостей и электронного города. Любимое хобби Виталия – чтение, давно еще и работа. Сначала отзывы на книги молодой человек писал у себя в Инстаграме. Затем блог стал популярным, и теперь до выхода новых книг издательство присылает текст молодому человеку, а он пишет рецензию на сайт. Не забывает и о своих 5000 фолловеров в Инстаграме. Один из последних отзывов о книге «Дракон не дремлет». Фэнтези по-прежнему в тренде. Виталий, с чего вообще начался твой блог? На самом деле я просто не знал, что такой формат возможен, что люди, которые читают книги, где-то этим делятся. Просто на новогодних праздниках много лет назад я наткнулся на пост и увидел, что такое существует, большое книжное сообщество. И я решил попробовать для себя, как я смогу этим делиться, то есть что я смогу рассказывать, как я смогу это делать. Как набрать подписчиков в Инстаграме? Сейчас это очень сложно. То есть, скажем так, вся та основная масса подписчиков, которая существует сейчас у крупных блогеров, она была набрана в тот период, когда это было ново. Тогда было буквально 3-4-5 человек, и, соответственно, они собрали основную аудиторию. Сейчас механики Инстаграма подразумевают, что если ты хочешь какого-то развития, что бы ты ни делал, насколько бы качественный контент ты не выпускал, ты должен вкладывать довольно-таки большие рекламные бюджеты на продвижение. Скажи, тебе важен отклик подписчиков? Изначально да. Изначально это было важно, потому что это как такое топливо. То есть ты выложил, ты вложил время, силы и какие-то эмоции в свой пост, в свой текст, в свою фотографию, и тебе хочется получить где-то подсознательно некое, возможно, одобрение, возможно, обсудить эту книгу. Это, конечно же, интересно. Сейчас я на той стадии, когда я просто делаю для себя. Что помогает писать рецензии? Может быть, ты по образованию филолог? Писать о книгах, и даже сейчас, чтобы написать книгу, не нужно быть филологом, либо заканчивать какое-то образование тематическое. Достаточно просто уметь обращаться с текстом. Никто из книжных блогеров не позиционирует себя ни в коем случае, как какой-то книжный критик. То есть это просто обычный человек, у которого книжное чтение является любимым хобби. Соответственно, он читает на порядке больше, чем обычный среднестатистический человек, и, соответственно, выдает про все эти книги какие-то текста. Это могут быть просто эмоции, это могут быть какие-то основные детали. Те, кому важно не только услышать чужое мнение, но и поделиться собственным, организуют книжные клубы. Юлия вместе с подругами уже три года раз в месяц собираются в кафе, чтобы за чашкой кофе обсудить очередную книгу и попробовать что-нибудь вкусное. Девушки читают и классику, и новинки. Сегодня на повестке дня «Незнакомая дочь» – тонкая психологическая проза от загадочной Элены Ферранте. Есть о чем поговорить. Многие хотят читать, но либо начинают книгу, а потом появляются какие-то другие дела, они ее не дочитывают. А здесь, поскольку есть какая-то коллективная ответственность, есть желание потом обсудить, послушать других, то книга в любом случае дочитывается. Цены в книжных магазинах кусаются. На помощь книголюбам, как и раньше, приходят в библиотеки. На полках и произведения школьной программы, и дамские романы, и главные новинки, причем не обязательно художественные. В 21 веке в библиотеках не только читают, но и проводят разные мастер-классы, фестивали, лекции. Часто очень шумные. Нас лишь шикуют на читателей, они говорят им потише себя вести. Каждый читатель может найти для себя что-то свое. Раньше, где-то 30 лет назад, столпились очереди на кафедре, то есть люди не успевали даже просто отработать, отдыхать. Но сейчас, конечно, читателей меньше, но нужно принимать во внимание то, что у нас сейчас очень много электронных ресурсов. После экранизации каких-то произведений к нам приходят и спрашивают именно эти романы. Например, в 21 году «Дюну», после выхода фильма «Дюна» каждый день практически к нам приходили. Долго постоять на полках не успевают и культовые произведения. В «Истелин колец Толкиена», «Ночной дозор Укьяненко», «Дженерейшн Пипи Левина». Сага о Гарри Поттере тоже почти всегда на руках, несмотря на то, что последняя книга вышла 15 лет назад, а финальный фильм – 10. Подружиться с мальчиком, который выжил, мечтают по сей день. Новосибирцам это удалось на представление, которое устроили прямо в электричке в «Хогвартс-экспрессе». Барьер все приближался, и Гарри понимал, что остановиться уже не сможет, потому что ему не удастся удержать разогнавшуюся тележку. Оставалось каких-то два шага. Гарри прикрыл глаза, готовясь к удару. Удара не произошло, и он, не замедляя бега, открыл глаза. Так Гарри Поттер оказался на платформе 9,75. Новосибирцам проходить по стену не пришлось. Поезд их ждал на платформе 8А. Перед отправлением пассажирам раздают специальные наборы – пригласительное письмо в школу, билет на «Хогвартс-экспресс» и, конечно же, волшебную палочку. Мне очень понравились сериалы, фильмы, которые я смотрела о Гарри Поттере. Книжки читала, тоже понравились. Ну, я впечатлена. Очень хочется познакомиться с героями, и вообще очень интересно. Мне, в принципе, нравится это волшебство, и фильм был очень захватывающим. Ожившие книжные эпизоды для любителей спецэффектов и интерактива. Ценителям неспешных литературных бесед встречи с писателями, в том числе и с нашими, сибирскими. Таисия Пьянкова в своих произведениях рассказывает о природе сибирской тайги и старинном быте местных жителей. Говорит на языке бабушек. В ее произведениях много диалектизмов. Часто в текстах сказительницы читатели встречают пословицы и поговорки. Многие писательница придумывает сама. Например, хотела баба молчать, но не знала, с чего начать. В последнее время Таисия Ефимовна пишет для детей. В свет уже вышли сказки бабушки тайги «Волшебная пряжка» и «Берегиня». Надо все-таки заглянуть ребенку в душу. И нужно понять, где-то там зацепить за такое, чтобы у него заговорила эта душа. Это вот основное. Если заговорила душа, а глаза загорели, значит, все в порядке. Есть озабоченность того, что книги читаются сейчас не так, как в былые времена. Хотелось бы тот интерес к книгам вернуть сейчас. Все-таки в этом смысле немножко писатели должны постараться, получше писать, так сказать. Но коль скоро мы все-таки таким образом вызовем у людей интерес, то мы, естественно, достигнем того, чего мы хотим. Современный писатель Джордж Мартин в одной из своих книг сказал, что читатель перед смертью проживает тысячу жизней. Человек, который не читает никогда, проживает лишь одну. От себя позволю добавить, что важно читать и переживать только то, что интересно лично вам, а не то, что сейчас в моде. Я вообще не представляю, как можно без чтения. Во-первых, это позволяет думать, сравнивать своими мыслями и вообще жить, на мой взгляд. Сейчас я читаю «Коллекционера», до этого я читала «Город женщин». Обычно это, конечно, медицинская литература, но когда есть возможность почитать художественную, нежно люблю, детективы люблю. Они не оставляют без эмоций. То есть вот «Шинель», вот ближе к концу книги уже как-то было, не знаю, напряг какой-то был, немножко страшновато было. А «Тарас Бурьба» там просто такой экшен. Может быть, есть какая-то книга, по которой сняли фильм, и вы прям в восторге от него? Жареные зеленые помидоры, точно. А в книге даже был рецепт, по которому я пыталась сделать это блюдо, но ничего не получилось, конечно же. Но очень интересная книга и фильм тоже. По современным произведениям и романам прошлого, фильмы снимают постоянно. Подборку экранизации книг смотрите на приставке электронного города.